Дайнис Круминш 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 где из воды выпархивают летучие рыбы, где дрейфуют айсберги. Рыболовный промысел в наш век приобрел глобальный характер, рассказывал капитан. Вскоре рыбные косяки будут выслеживать спутники Земли, а лов планировать электронно-вычислительная машина. Рыбакам останется лишь черпать рыбу из воды. Весной, до или после женского дня, мать на автобусной остановке встретила знакомого из рыболовецкого колхоза. И тот спросил, не хочет ли Дайнис в летние каникулы покататься на судах. «Заодно бы и заработал на зимнее пальто», — добавила мать. «Из старого уже вырос. Что верно, то верно. За зиму он сантиметров на десять вымахал. Старое пальто надевалось с трудом. А кроме того, парню в твоем возрасте не мешает пожить в мужской компании, к дисциплине привыкнешь. Маменькиных сынков и без того хватает. В-третьих, на корабле тебя, может, приучат к порядку. Что тоже неплохо. Впрочем, не радуйся раньше времени. Желающих у них хоть отбавляй. Нет, ему в самом деле жутко повезло. С одного рейса и сразу в другой. Ну, насчет опоздания на автобус, это он, конечно, загнул. В свикере приспокойно мог и с утра отправиться, заночевав у тети Изолды. Дайнис замер посреди кубрика, прислушиваясь к мерному стуку мотора. Чем не музыка? Вот он стоит, как настоящий моряк. Скоро сюда спустятся остальные члены команды, и они вместе будут ждать, когда наступит время трал выбирать. А сейчас даже хорошо, что он в кубрике один. Можно помечтать. Кубрик есть кубрик. Чем этот отличается от кубрика подводной лодки? Тоже под водой. Вообрази, что ты в Наутилусе, полным ходом идущем на Северный полюс, и будь здесь иллюминатор, он бы мог полюбоваться гигантским осьминогом или чем-нибудь еще более редкостным, грушообразной рыбой луной, морскими коньками или таинственными ночными сторожами с фонариком на щупальцах. А если иллюминатор вмонтировать в днище, можно любоваться затонувшими в древности судами, обросшими ракушками, опутанными водорослями. Было слышно, как за тонкой металлической обшивкой плещутся волны. Под ногами поднимался и опускался пол. По окантованному столику каталась железная кружка. Дайнису почему-то не давал покоя вопрос капитана. О чем поют киты? Странно, что он сам об этом не подумал. Никто, ни один человек в целом свете не знает, о чем поют киты. Возможно, они поют о чем-то очень важном. Например, о трех огромных рыбах, держащих мир на своих спинах. А может, о том, почему киты хранят верность морю, в то время как все прочие млекопитающие выбрались на сушу. Возможно, и киты пробовали жить на суше, потом опять вернулись в океан. Надо изучить язык китов, решил он. Труднейшая, но увлекательная задача. Неужто нельзя овладеть китовым языком? В наше-то время, когда вычислительные машины разгадывают сложнейшие коды, когда человек прохаживается по луне, примиряется к общению с далекими цивилизациями. Здравствуй, кит! Как тебя зовут? Меня зовут Дайнисом Круменьшем. Я хочу знать, о чем ты поешь. Дайнис снял кеды, снял выцветшую школьную куртку, рукава ее кончались где-то между локтями и ладонями, и взобрался на верхнюю койку. Качало, как в люльке. Света достаточно, чтобы читать. Так на чем он остановился? Вот здесь, где говорится, как общаются киты. Поскольку место обитания китов все океаны земного шара, и они кочуют от Гренландии до Патагонии, от Калифорнии до Мадагаскара, то более чем за 30 миллионов лет существования киты научились превосходно общаться друг с другом. Подобно самолетам в межконтинентальных рейсах или космическим кораблям в просторах Вселенной, они постоянно выходят друг с другом на связь, посылая свои позывные, обмениваясь информацией. Есть основания полагать, что по различным подводным и надводным звуковым каналам киты узнают гораздо больше, чем ученые-мужи. Люди по сей день теряются в догадках, каким образом киты используют океан для общения на дальних расстояниях. Все правильно. Вчера он дочитал до этого места. Описать ее внешность трудно. Как всякое чудо, ее ни с чем невозможно сравнить. То, что человек привык считать большим в природе, ну, например, слон, доисторический динозавр, рядом с нею, самым крупным из живых существ за всю историю Земли, показались бы попросту букашками. Своими прекрасными обтекаемыми формами она напоминала творения рук человеческих, некое подобие тридцатиметровой стальной подводной лодки. Но сходство было условным. Как можно бесчувственный стальной корпус сравнить с гибким, живым, изящным телом? Ее никто не взвешивал. Но когда ее мать подняли из воды на Олфишбейской кедобойне и взвесили, в ней оказалось сто тонн. Дочь была ничуть не меньше. Иногда, разыгравшись ударами мощного хвоста, она поднимала вокруг себя настоящую бурю. В случае необходимости развивала скорость до сорока километров в час. А всплывая на поверхность, с глухим шумом выбрасывала над собой на высоту пятнадцати метров целое облако влажного воздуха. Мать она потеряла вскоре после рождения и первые годы росла под присмотром няни, той самой, что когда-то помогла принять ее при родах. У китов это дело обычное. Однажды осенью на обратном пути из Арктики в тропики их выследили китобои и почти все стадо перебили. Скорее всего, такая участь ожидала и ее, не появись вовремя сторожевой вертолет. Охотникам, конечно же, было известно, что бить голубых китов запрещается, и они прекратили преследование. Юность она провела почти в полном одиночестве. Все реже на морях и океанах звучали голоса китов. На планктоновых пастбищах иной раз она прибивалась к стаду финвалов, кашалотов, но различия в образе жизни, в повадках, заставляли ее выбирать свои пути. И вот теперь, в продолжении долгих месяцев, днем и ночью она исторгала характерный клич голубых китов. Однажды, близ пустынных мексиканских берегов, когда свирепствовал тайфун, она нырнула глубже, чем обычно, достигнув слоев наилучшей слышимости, и там уловила слабый ответный сигнал. Уже не хватало воздуха, но она не покидала глубину, опасаясь, что пока всплывет и снова нырнет, ответный зов умолкнет. Но при следующем погружении она еще отчетливей услышала далекий зов, и ее огромное сердце, как ни странно, не убавило вдвое число ударов, что случалось всегда при погружении, продолжая биться часто-часто. И она поняла, хотя ответ донесся чуть ли не с другого края океана, одиночеству пришел конец. Год спустя в укромной тихой бухте Мексиканского залива у нее родился детеныш. Длиной тот был раза в четыре меньше матери, но ужасно тощий, без привычного слоя подкожного жира. Новорожденного нежно опекали мать и две няньки. Своими плавниками, будто на руках, мать приподнимала малыша над водой, тискала его и подталкивала, обучая дышать и плавать, управлять хвостом, удерживать равновесие. У малыша был превосходный аппетит, и мать кормила его в досталь. Из материнских сосков струей текло сметанообразное молоко. За день китенок выпивал его с тысячу литров. Он рос на глазах, быстро прибавляя в весе. Молока было много, часть проливалась в воду. Иной раз китенку казалось, что он плавает в молоке. Вся бухта пропахла китовым молоком. Запах его слегка отдавал мускусам. Детеныш достиг половины размеров матери, и семья смогла вернуться к размеренному ритму жизни с постоянными кочевками и сменой пастбищ. Когда в северное полушарие приходило лето, они отправлялись в Арктику, где обилие планктона позволяло быстро откладывать подкожный жир. Осенью, с наступлением холодов, возвращались в тропики. Киты по природе беспечны и веселы. Любят резвиться, плавать по ветру, вместо паруса подняв хвосты. Любят перекатываться на волнах, выпрыгивать из воды. Кто выше? Малыш плавал так же быстро, как взрослые киты. Ловко нырял, подавал и принимал сигналы. Обычно он держался вблизи матери. На ночь устраивался так, чтобы чувствовать ласковый материнский бок. Иногда на китенка находила охота позорничать, и он затевал игры, кувыркался, плескался, попискивал. Мать была терпелива, никогда на него не сердилась. Нежная, заботливая, она кружила вокруг детеныша, благодушно снося его шалости. Если же тот начинал проказничать сверх меры, китихо опрокидывалась на спину и своими плавниками крепко держала шалуна, покуда тот не утихомирится. Однажды синим ясным днем, когда ветер нагнал холодного воздуха и видимость стала отличной, их заметили с небольшого, быстроходного, хорошо вооруженного судна. Считалось, оно в этих водах в ограниченных количествах промышляет кошелотов, из мозга которых добывают спермоцет, дорогостоящий продукт для парфюмерной промышленности. На самом же деле это было браконьерское судно, занимавшееся в запретном районе ловом ценных пород рыб. При виде голубых китов браконьеры меньше всего были настроены любоваться чудом природы. Для них киты – это горы мяса, груды жира, современная техника и химия без труда способны их превратить в деликатесы. Браконьеры от радости потирали руки, прищелкивали языками. Сомнений быть не могло. Перед ними голубые киты, о чем говорили высокие, совершенно отвесные фонтаны. Вот что называется подфартило. Зарядить гарпунную пушку. Китенок не сразу заметил судно. И поведение родителей потому показалось странным. Безвидимые причины заволновались, всполошились, уйдя на глубину, изменили направление, потом, высунув голову из воды, стали озираться, знаками велели китенку держаться рядом. Затем он услышал странный шум, как будто под водой торопливо постукивало сердце. Он тоже высунул голову и увидел, что к ним стремительно приближается крутогорбый странный кит. Ничего подобного в жизни не видел. От удивления даже позабыл на время двигать плавниками. Почему родители стараются его увести? Так хотелось остаться. Почему у чужака нет хвоста? Почему тот совсем не двигал головой? Да и голова какая-то сплющенная. А может, то, что впереди не голова вовсе, может, голова помещалась где-то в другом месте? Сгорая от любопытства, китенок косил глаза на чужого, а глаза были величиной с апельсин и блестели от радостного возбуждения. Чужак без труда нагнал их, потом, сделав небольшой круг, очутился впереди. Мать подала сигнал срочно нырять. На этот раз опустились глубоко и очень долго оставались под водой. Целую вечность. А когда всплыли, получилось так, что китенок оказался ближе всех к чужаку. Что за чудо-юдо такое? Его так и тянуло подплыть к загадочному незнакомцу совсем близко, потереться боком, о его пятнисто-бурую кожу. Но мать рванулась наперерез. И отец повел себя странно, стал пускать высокие фонтаны, как нарочно крутился под носом у красно-бурого чудища. Раздался ужасающий грохот. Китенку показалось, будто все происходит во сне. Чужак, совсем как грозовое облако, метнул молнию. Китенок видел, как огненный шар угодил в отца, когда тот собирался нырнуть. А вслед затем и отец прогромыхал, подобно грозовому облаку, полыхнул пламенем. Китенок жалобно пискнул. Теперь и он почувствовал что-то недоброе. Хотелось немежко уйти в глубину, и почему-то было страшно посмотреть туда, где отец. Закрыв глаза, малыш прижался к материнскому боку, норовя укрыться под ее плавником. По воде растекалось что-то теплое. Сначала он подумал, это молоко, но запах был другой. Открыл глаза, увидел, не в молоке он плавал, в крови. Отец метался, дергался, будто не на жизнь, а насмерть сцепился с опутавшим его гигантским осьминогом, а из него хлестало кровище. В какой-то момент отец выскочил из воды, и китенок увидел в отцовском боку разверстую рану. Отец рвался, что было мочи, а невидимый осьминог не пускал, тянул к себе. Китенку не терпелось поскорей уплыть от этого гиблого места, ощутить себя в безопасности, только отец никак не мог освободиться, а мать не покидала его. Временами подхватывала отца своими плавниками, приподнимала из воды, как она когда-то приподнимала китенка, чтобы тот мог надышаться. И все это проделывала нежно, не щадя себя, не жалея сил, а потом опять увлекала отца под воду. Китенок пока еще не догадывался, что судьба отца решена. Гарпун на прочном нейлоновом лине подтягивал его все ближе к борту, покуда кит, надутым с помощью компрессора пятнистым брюхом вверх, не замер у самого судна. Один его глаз неподвижно уставился вдаль. Он тоже заплыл кровью, и, казалось, кит плачет кровавыми слезами. Но браконьеры на том не успокоились. Прожженные бестии, они делали свое дело безжалостно и методично. Настал черед матери. Опять ударила пушка, опять громыхнула граната, опять натянулся линь, и синее море сделалось красным. Вместе с матерью и китенок ушел в глубину. Он прижался к ней. Даже закрытыми глазами на боку у матери он увидел рану, из которой лилась кровь. «Пусть это будет молоко!» молил про себя китенок. «Пусть будет молоко!» Настроение у гарпунера было отличное. Вот у моря китенок нырял и потешно юлил вокруг матери. «Дурачок, чего ты мечешься?» бубнил себе под нос гарпунер. Или думаешь промахнусь? Как бы не так, электронная пушка бьет без промаха. Но мать была еще жива, придется повременить. Пока стрелок перезаряжал пушку, матрос на всякий случай метнул китенку в спину гарпун с линем метров десяти длиной. к концу линя был привязан буй. От боли и страха малыш жалобно вскрикнул. Еще крепче прижался к матери. «Уплывай!» приказала мать. «Уплывай немедленно! Я тебя догоню! Схоронись за ледяными горами! Слышишь, немедленно уплывай!» И впервые в жизни мать его ударила. Так огрела хвостом, что он в буквальном смысле слова отлетел от нее. Сначала китенок неохотно отдалялся от матери, потом поплыл быстрее, все быстрее, страх придавал силы, а вокруг растекалась красная теплая лужа. Но почему плыть стало тяжело? Позади бухнул взрыв, невдалеке взметнулся фонтан брызг. Китенку захотелось обратно к матери, но он не знал в какую сторону плыть. Водяной столб теперь взметнулся совсем рядом. Его резанула боль. Пришел в себя на большой глубине, когда уже стал задыхаться. Боль была жуткая. Китенок высунул голову, набрал воздуха и опять нырнул. Но что-то мешало. Такое чувство словно кожи зацепилось за что-то, будто бок распорот. Он кувырнулся через голову, что было сил, рванувшись вглубь. Неужели эта кожа порвалась с таким треском? Зато теперь плыть стало легче. Китенок уходил в глубину, дальше во тьму, дальше в тишину. Когда он очнулся, увидел, что лежит на поверхности воды. Вблизи никого не было. Мерцали крупные яркие звезды. Позвал мать, но ответа не дождался. И вдруг до него дошло, что больше никогда не увидит родителей. Стало так страшно, что рвавшаяся издыхала воздушная струя, пресеклась внезапно. Быстроходное страшилище должно быть гонолос за ним. И он опять пустился в плаванье. Плыл много дней подряд, ни на что не обращая внимания. Он не чувствовал глубины, не знал, где находится. Море покрывала грязная липкая пелена. От нее першило вдыхали, она мешала дышать. В воде плавали какие-то отбросы, пестрое тряпье. С обеих сторон подступали берега с домами, деревьями, животными. Совсем близко проплыл корабль. Китенок не успел укрыться. Опять его захлестывал страх. Оплыть теперь можно было лишь в двух направлениях, в общем-то даже в одном. Впереди невесть откуда появился корабль. Под потолком кубрика потрескивала лампочка. Страницы книги, как оконные стекла на весеннем солнце, слепили глаза. Небо было синее-синее, а крыша школы сверкала снегом. Под крышей выросли сосульки, тонкие, острые, как китовые зубы. Буратино, висевший рядом с койкой, сказал, «Мне надоел мой деревянный нос, замени его, пожалуйста, на сосульку. Ничего, что из носа будет капать, у меня есть носовой платок». Из лампочки выскочила белая коробочка и стала распускаться наподобие парашюта. Пропорхнула мимо носа Буратино и полетела дальше. Потом тяжко прогудел звонок или что-то еще более тревожное. Суматошные звуки исходили из чего-то безмерно большого, и это что-то продолжало расти, бесноваться, звон ширился и в то же время становился глуше. Дайнису хотелось выяснить причину странного звука, но свет нещадно слепил глаза. А никакого звона не было. Среди слепящей белых айсбергов, выпростов из воды широкий хвост плыл кит. Дайнис так обрадовался ему, что рассмеялся раскатистым радостным смехом. Ерунда, никакого звона не было, главное, что ты сумел спастись, я очень за тебя боялся. Но у кита был потерянный вид, он молотил хвостом воду. Иди ко мне, сказал Дайнис, места хватит обоим, «Я твой друг!» А кит смотрел на него с неприязнью, продолжая колотить хвостом воду. И Дайнис вдруг испугался. «Ты опрокинешь наше судно!» крикнул он киту. «Опрокинешь! Я твой друг! Опомнись! Я друг!» Этот, долетевший из кубрика крик Дайниса, и расслышал капитан Саунак, решив, что Дайнис отозвался. Немного погодя, судно сильно накренилось, и Дайнис Круменьш слетел с койки, ударившись головой о кромку стола. В 5.38 Магнус Вигнер с капитаном Зебергом выходили из порта на МСТБ-106 самым быстром тралботе рыболовецкого колхоза. Рядом с Вигнером на палубе стояли зампред Кикут и главный инженер Шмалковский. Полуодетого, зато со всеми причиндалами для подводного плавания, на судно доставили диспетчера Крауклиса. Проходя службу в армии, он окончил курсы подводников, а теперь в общественном порядке числился аквалангистом спасательной службы. В последний момент, когда 106-й отваливал от пирса, подоспел доктор колхозной амбулатории Башко. Вигнеру казалось, что плывут они уж очень долго. По волне, поднимаемой судном и по сердитому реву двигателя можно было заключить, что Зеберг выжимает из него все, что можно, а горизонт пока пуст, синие волны да пенные гребни. Понемногу на горизонте проступали контуры судов, мачты, палубы. Постепенно глазам открывались детали, кружили чайки, пенились волны. Целая флотилия стянулась к месту происшествия. Зеберг подошел к 82-му. Вигнер, стиснув поручни, вглядывался в темный, похожий на подводный камень бугорок, о которой разбивались волны. Не зная он, что это днище его судна, и что под ним задыхаются люди, бугорок мог бы показаться малопримечательным. То, что произошло в последующие секунды, он видел до мельчайших подробностей. Разлившееся горючее окружило судно блестящей пеленой. На солнце она отливала зеленым, фиолетовым, кроваво-красным. Вдруг Вигнер заметил, маслянистая пленка запузырилась, и когда он подумал пузыри от того, что выходит воздух, киль судна приподнялся с одного конца. Море притихло, ветер сник, палуба не дрожала под ногами. В зловещей тишине, грохотавшей в ушах Вигнера, нос судна стал задираться вверх с поразительной быстротой и легкостью. Судно накренилось сначала в одну, потом в другую сторону и кануло в море. А Вигнер все смотрел и смотрел, не отрывая глаз, как будто ждал чуда. Алло, алло, доложите обстановку, доложите обстановку. Кто-то неотступно требовал по радиотелефону. Доложите обстановку. Часы показывали шесть пятьдесят одну. Капитан Зеберг взял в руки микрофон, но медлил с ответом, прищурившись, глядел на пустой апельсинового цвета плотик, качавшийся на мысленистой воде. Что касается лично меня, автора рассказа, то я впервые увидел море восьми лет от роду. Сосед по имени пурс, как-то по весне, когда ива серая цветет, отвез меня на велосипеде в Булдури. До той поры мне море представлялось бесконечным простором. Река это, мелочь, озеро, лужа, вот когда увидишь море, говорили мне. По сей день помню, как трепетало сердце, когда поднимался на песчаную дюну, за которой должно было открыться чудо. Признаюсь, тогда море меня разочаровало. Никакой бесконечности я не увидел, и тут тянулись берега. Залив не казался таким уж бескрайним. Поразила только высота моря. Яркий горизонт как будто затягивался в небо. Теперь я знаю, море себя открывает не сразу. Море слишком глубоко, чтобы тотчас проникнуться им. На то требуются годы, штормы и безветрия, закаты и штили, млечные туманы, грусть, разлук, радость новых встреч, безмятежность, нетерпение. И сколько это историй, приключений, чтобы возникла привязанность. Случайность ли, что жизнь сначала зародилась в море и только затем выбралась на сушу? По-моему, в морях и океанах происходят те же процессы, что на суше, лишь в более динамичной форме. У водной стихии больше темперамента. Это среда повышенной активности. Вблизи моря я всегда находил в себе непочатые силы, и это наводит меня на мысль, для того и существуют суши и вода, чтобы форма энергии, именуемой жизнью, располагала двойным аккумулятором, обычным и запасным, подобно тому, как в древних святилищах имелись места просто святые и святейшие. Полтора месяца спустя после гибели МСТБ 99 в газете Рига Азбалс я прочитал заметку о том, что на Курзенском конце Рижского взморья вблизи Каугуров волны вынесли на берег мертвого длиною в 14 метров и весом тонн в 30 пятнистого финвала. Голова его была сильно поранена, по левому под брюшью тянулась глубокая ссадина со следами струбьев сурика, так что, возможно, кит пострадал при каком-то столкновении. В конце заметки специалист рассказывал репортеру о привычных местах обитания финвалов и в заключении отмечал, что появление морского гиганта в Рижском заливе следует считать случаем чрезвычайным. Мне предстояло поездка в Талсы, заодно решил завернуть в Каугуры. Я почему-то думал, что взглянуть на кита устремятся сотни любопытных, однако даже местные жители, у которых я спрашивал дорогу, не знали, где его искать. Наконец один пожилой сторожил сообщил мне, да, от кого-то он слышал, будто это страшилище плывет примерно в полукабельтове от конца улицы по направлению к Яун-Кемери. Серенький день клонился к вечеру. Низкие дымчатые облака в безветрии слились и никак не могли пролиться настоящим дождем. По-осеннему недвижный воздух был напитан влагой, она оседала на землю, а серый туман поднимался вверх. Ветки сосен отливали перламутром, будто их только что вынули из воды, и над морем небо низкое, тяжелое, хотя видимость неплохая. Залив слегка рябили волны, кутаясь в плащи, прячась под зонтами, по пляжу не спеша прогуливались немногие курортники, резвилась пара собак. В море никто не глядел, никто не подумал остановиться. Примерно в полумили от рыборазделочного цеха за третьей мелью лежало что-то длинное, серое, невыразительное. Лениво набегали и откатывались волны. Совершенно очевидно, для драмы не хватало внешнего эффекта. Жалкие останки крупнейшего в мире существа никого не интересовали. Кружили покрикивали чайки, дождь пошел сильней, влажный песок потемнел, уплотнился. На переменчиво подвижной линии, где берег соприкасался с прибоем, мельтешили и плясали пузыри и клочья пены, невесть, откуда занесенная крошева из хвоща и ситника. И среди этого ссора разодранным брюхом вверх качалась красная пластмассовая рыбка, равнодушно посверкивая черными незрячими глазками. Редактор субтитров Корректор А.Егорова А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...